Привет! Это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам об особенностях кормления пожилой кошки. Каждая порода кошек взрослеет в своем возрасте, однако специалистами было выяснено, что пожилыми большинство мяукающих становится после 7 лет. Именно в этом возрасте ветеринарные врачи советуют владельцам переводить своих питомцев на особую диету. Каковы особенности кормления пожилой кошки? На что стоит обращать внимание владельцу? Давайте разбираться! При кормлении пожилой кошки нужно следить за тем, чтобы рацион питомца содержал в себе все необходимые витамины и минералы. Возрастным мяукающим важно употреблять в пищу продукты и корма с достаточным содержанием витаминов А и Е. Они препятствуют старению клеток. Также важно, чтобы рацион пожилой кошки содержал в себе омега-3 жирные кислоты. Они препятствуют развитию воспалительных процессов в организме животного. Омега-3 жирные кислоты и витамины А и Е в большом количестве содержатся в морской рыбе и зелени, а также в специальных кормах для пожилых кошек. В пожилом возрасте у многих кошек начинаются проблемы с пищеварительной системой. Для предотвращения развития серьезных заболеваний в рацион питомца обязательно надо включать пробиотики, пребиотики и клетчатку. Их можно найти в отдельных продуктах, например, отрубях или купить в зоомагазине в виде биодобавок. Перед добавлением этих полезных веществ в рацион питомца обязательно нужно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Он подскажет, в каком виде и количестве их лучше давать вашей кошке. С возрастом кошки становятся менее подвижными. У многих мяукающих повышается аппетит. Все это приводит к появлению лишнего веса у питомцев. Именно поэтому владелец пожилой кошки должен следить за тем, чтобы питание у животного было строго нормированным. Специалисты рекомендуют кормить возрастных мяукающих два раза в день, утром и вечером. В пожилом возрасте у многих кошек появляются проблемы с зубами и деснами. Это в первую очередь отражается на их способности потреблять пищу. Если у вашей кошки плохое состояние зубов и десен, и она отказывается от сухого корма, переводить ее на влажные корма. Многие пожилые кошки не употребляют достаточное количество воды, что нередко приводит к запорам и дегетротации. Для решения данной проблемы специалисты рекомендуют добавлять в воду специальные ароматизаторы, которые делают жидкость более привлекательной для кошки, например, вещество с ароматом мясного бульона. Таковы основные особенности кормления пожилой кошки. Помните о них, заботясь о своем возрастном питомце. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!